Здравствуйте, уважаемые зрители нашего видеоканала. Некоторые наши покупатели из-за невозможности приехать в Испанию в период пандемии очень обеспокоены и все чаще задают вопрос о ситуации с окупас. Этот интерес во время карантина весной 2020 года подогревался противоречивой информацией в СМИ и на форумах о недвижимости. Появилось очень много вопросов и рассуждений об окупасах в Испании. Мы решили осветить ситуацию подробно, дабы успокоить наших соотечественников. Для начала хочу вам объяснить, что это за явление, как оно распространено в Испании и каков шанс, что в вашу недвижимость могут заселиться чужие люди. Такое явление, как окупас, это последствия глобального финансового кризиса, охватившего весь мир в 2008 году. В результате этого граждане Испании и их семьи столкнулись с проблемой выплат по ипотечным кредитам. Из-за невозможности выплат по займам некоторые семьи были вынуждены отдать купленные квартиры банкам и остаться без постоянного жилья. В это же время в Испании приняли законы, которые защитили права арендаторов жилья, попавших в трудную экономическую ситуацию. И граждане получили возможность оставаться в жилье, даже не имея возможности его оплачивать. Выселить такого арендатора можно было только по решению суда с огромными временными и финансовыми потерями. Этими законами стали пользоваться мигранты, многие из которых даже не имели в стране легального статуса. Сам термин окупас происходит от испанского глагола окупар, что обозначает захватывать, занимать. И применяется он к незаконным вселенцам, которые захватывают собственность других людей без законных оснований. В Испании сложилась действительно странная система. В случае незаконного заселения окупас владельцы жилья не могли распоряжаться принадлежавшей им недвижимостью. При этом они обязаны оплачивать чужие счета за воду и электричество. Суды по выселению могли длиться годами. А если в семье захватчиков имелись дети, то владелец недвижимости практически терял возможность ей распоряжаться. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. В июне 2018 года был принят закон, получивший название «Закон о принудительном выселении». По нему владелец собственности получил право на ускоренное рассмотрение дел о незаконном занятии жилой собственности в рамках гражданского процесса. В августе 2020 года вышел указ главного прокурора Валенсии. Если занимаемое имущество является жилым, оно подлежит немедленному выселению. Главный прокурор направил постановление прокурорам провинции и органам государственной безопасности, а также руководителям местной полиции, в котором информируют их о том, как они должны действовать в случае заселения окупасов. В этом документе четко разъясняются действия, которые необходимо предпринять в случае захвата недвижимости. В это же время Министерство внутренних дел Испании выпустило новую инструкцию для полиции и унифицировало критерии действия в отношении оккупанта в случае захвата как основного, так и второго жилья. Теперь сотрудники сил правопорядка имеют право осуществить немедленное выселение захватчиков жилья и их задержание при поимке с поличным без необходимости судебных процедур. Сотрудники полиции заносят в протокол факты взлома окон и дверей, показания владельца жилья и соседей, а также данные о нелегальном потреблении воды и электроэнергии. Эти факты служат главными доказательствами того, что речь идет о проникновении в жилище со взломом и его захвате. Теперь нет временной храма, которые могли бы воспрепятствовать немедленным действиям полиции. Нет разницы, прошли ли сутки или двое с того момента, как оккупас заняли дом. Главным является сам факт проникновения со взломом. Теперь схема, которой пользовались оккупас, проникнуть в жилье и продержаться сутки-двое, после чего их уже нельзя было выгнать, больше не работает. Для этого владелец, оказавшийся в такой ситуации, должен подать гражданский иск о выселении, чтобы в течение примерно одного месяца он мог вернуть свой дом. Наибольшее число заявлений о захвате квартиры домов оккупас всегда поступало из больших городов – Барселона и Мадрид. В этих городах много мигрантов. Оккупас обычно выбирает наименее защищенные места. Поэтому при выборе недвижимости надо обратить внимание на районы. Акция только для покупателей. При покупке недвижимости вы можете получить золотую визу, автомобиль или скидку в подарок. Рекомендуем. Лучшее предложение на рынке испанской недвижимости. Элитный комплекс на первой линии моря с рентабельностью свыше 30%. Самый крупный каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании. СПНЛЮКСИНВЕСТ.COM Звоните прямо сейчас. Плюс 34-618-68-55-51. Международный портал элитной недвижимости и инвестиций. ЛЮКСИНВЕСТ.ЕУ Чем выше уровень жизни, тем меньше вероятность, что в квартиру или дом заселится кто-то чужой. Далее учитываем наличие соседей и развитость инфраструктуры. При выборе района можно обратиться к данным статистики. Испанская ассоциация оценщиков недвижимости АЕФ. Они оценивают риски появления окупос в районе, где расположена недвижимость, в течение ближайших 6 лет. Следующий аспект – выбрать проверенного продавца. Окупосы обычно занимают недвижимость, принадлежащую банкам и юридическим лицам, и в ней не установлены охранные системы, и недвижимость простаивает годами незаселенной. Поэтому мы не рекомендуем обращать внимание на предложение «банковская недвижимость недорого». Зачастую по таким объявлениям вы можете приобрести квартиру с незаконными жильцами. Если вы уже являетесь обладателем недвижимости в Испании, то есть некоторые способы обезопасить себя от окупос. Вы можете познакомиться и подружиться с соседями. И если собираетесь уезжать надолго, сможете оставить им свой номер телефона, чтобы они могли вас предупредить в случае заселения окупосов. Надежный способ избежать заселения – это установить надежную сигнализацию с видеонаблюдением и повесить таблички снаружи, что недвижимость находится под охраной. В случае незаконного проникновения незамедлительно приведет полиция, застав оккупантов в момент совершения преступления и предотвратив их дальнейшие действия. А у вас будут фотографии незаконного проникновения в дом в виде доказательства. Копии документов на недвижимость имейте при себе, чтобы доказать полицейским, что являетесь хозяином. Это облегчит процесс выселения. Если по приезду вы все-таки обнаружили, что замки в вашей недвижимости сменили и внутри теперь живут окупосы, вызывайте полицию и составляйте соответствующий документ, который послужит основанием для подачи заявления в суд на выселение. Сроки рассмотрения такого заявления на выселение теперь составляют не более двух недель. Есть еще один вариант – застраховать собственность от захвата сторонними лицами. Такая страховка покроет расходы на судебный процесс и юридическую помощь. Вообще в Испании тема оккупантов весьма преувеличена. Очень редко они всевляются в жилые дома частных лиц, и если это происходит, об этом сообщается в полицию, и их выселяют. То, что я всегда советую и сама использую, это установить сигнализацию в доме, чтобы избежать неожиданностей не только от оккупантов, но и также от грабежей, учащих воды и других неприятных ситуаций. Всего вам хорошего, друзья! И желаю не столкнуться с этой проблемой. Ваша Елена Кофейникова. Субтитры создавал DimaTorzok